Проверим звук. Как меня слышно, как меня видно. Хорошо слышно, не надо громче. Итак, 7 часов, давайте будем начинать. Ну, все отлично. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – это ДЕНОС, продукция ДЕНОС, ДЕНОС для всей семьи. Давайте расшифруем. Это немножко странное, страшное слово. Динамическая электро-наэроадаптивная стимуляция. Слово довольно-таки длинное и, наверное, непонятное. ДЕНОС – это универсальный, безопасный и исключительно очень эффективный метод лечения и профилактики различных болезней. Реализуется он путем воздействия на рефлекторные зоны кожи с помощью электрических импульсов, которые производят аппараты ДЕНОС. Нервная система наша дает команду мышцам и различным органам. Затем она передает информацию о чувствительных рецепторах кожи. И все это происходит у нас с помощью вот этих электрических импульсов. Именно аппараты ДЕНОС на этом и основаны. То есть аппарат ДЕНОС производит электрический импульс на кожу, на тот орган, на который мы его поставили. И дальше этот импульс, проникая в кожу, дает как бы сигнал. Это сигнал для того, чтобы больной орган или какой-то участок тела начал воспринимать эти импульсы и начинается оздоровление таким образом. А вообще подробно очень и хорошо описано все это действие в практическом руководстве. Вот оно здесь на слайде представлено. Эта книга у нас есть на сайте, ее можно приобрести. Она стоит где-то в районе 500 рублей, но это того стоит. Это толстая такая книга большая, в которой именно описано все практическое руководство по работе ДЕНОС. Итак, идем дальше. Аппарат ДЕНОС кардио. Это первый аппарат, который я вообще приобрела в нашей компании. И сейчас, ну как бы теоретическая часть о нем. Аппарат вообще служит для нормализации артериального давления. Это какой-то своеобразный тренажер для сосудов. Он нормализует не только высокое давление, но и низкое давление тоже приводит в норму. То есть такой аппарат показан как гипертоникам, так и гипотоникам. Аппарат очень хорошо устраняет отеки. Он обладает сильным мочегонным действием. Хорошая профилактика инфарктов и инсультов. Также я узнала недавно, что этот аппарат снижает сахар в крови и холестерин. Клинически его эффективность уже давно доказана. Очень простой в использовании. Идет 4 рефлекторных зоны. Сейчас я вам их покажу. И делается этот аппарат 1-2 раза в день. Ну и считайте, что ваше давление всегда будет в норме. Сейчас покажу поближе, поподробнее. Так, вот смотрите. Вот мой аппарат ДНС. Девочки, видно экран? Напишите, пожалуйста. Буду показывать вам. Надеюсь, видно. Видно, хорошо. Вот он идет в такой коробочке. Сейчас я следую включу. Возможно, будет получше видно. Вот он сам аппаратик. Сейчас мы его включим. Так, лучше, да? Ну, хорошо. Вот аппарат. Он идет с такой манжетой. И, собственно, вот здесь вот. Сейчас я на манжету снова. Находится сам электрод. Вот этот электрод, он посылает импульсы через нашу кожу, на наш организм. Так, вот режим 1. Ставится на эту точку, на левой руке, на правой руке. Для снижения холестерина и сахара в крови ставим на внешнюю сторону и сюда. То есть вот эти 4 точки обрабатываем на режиме 1, утром. И можно переключить на режим 2. Режим 2 ставится уже на ноги, внутренняя сторона над косточкой. Вот тут выводит очень сильный мочегонный эффект. Ставить это лучше все-таки в то время, когда вам никуда не надо идти. Ну, то есть, как бы, чтобы потом не было проблем. И вот режим 2 очень хорошо снимает отеки. Очень нравится этот аппарат. Применяем каждый день. Действительно нормализует давление. Тем более муж гипертоник, поэтому нам это очень подходит. Так, идем дальше. Да, у него очень сильное мочегонное действие. Так, следующий аппарат, который я приобрела в компании, это аппарат ДНСБК. Палочка-вырчалочка нашей всей семьи. Да, он тоже мой любимый аппарат. Сейчас я теорию про него расскажу и потом покажу все поближе. Аппарат располагает с самым максимальным лечебным и профилактическим действием. Какие показания к его применению? Это... Да, Юля, я очень советую купить кардио. Действительно, он не только давление нормализует, но и даже головную боль снимает. Итак, показания к применению аппарата ДНСБК. Это острые хронические болевые синдромы, различные травмы, заболевания органов дыхания, пищеварительной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной, мочеполовой системы. Различная реабилитация после тяжелых перенесенных заболеваний, каких-то хирургических вмешательств, операций. Также повышает адаптационные свойства организма при каких-то, например, тяжелых физических нагрузках, физической работе. Вот в этом аппарате заложено 11 режимов работы и 24 автоматические программы для лечения. Есть различные курсы лечения. Можно проходить курс 6-8 процедур, можно проходить курс 8-12 процедур и уже самый редкий случай это 14-20 процедур. Что мне очень нравится в этом аппарате? Сейчас я увеличу вам его. Денос кардио отключился сам, кстати. Вот смотрите, вот он Денос ПКМ. Такой вот удобный аппаратик, очень удобный, что его в руке хорошо держать. Давайте мы его включим. В этом аппарате есть, можно выбирать частоты, программы. Не знаю, видно, но, наверное, плохо видно. Вечер уже, освещение не очень. Так, вот он сам электрод, которым мы работаем на поверхности, прикладываем туда, где у нас что болит. Пуску, голове, хоть куда, горло, нос лечим. То есть любой орган, вот он сам электрод. Так, что здесь есть хорошего, уникального, я бы сказала. Здесь есть режим детский доктор. Тут мы лечим деток от 0 и до 12 лет. Там идет своя определенная частота на каждый определенный возраст. И, ну, как бы детки хорошо его переносят. Что еще? Здесь можно ставить часы, будильник, поменять внешний вид дисплея. Туда есть различные цвета дисплея. Потом здесь можно... Есть программа скрининг. Это такая программа, которая, например, вы ставите по инструкции на определенную точку вашего тела. Проходит скрининг. И дальше начинается режим терапия. То есть аппарат сам определяет, сколько, какая частота вам нужна и сколько он работать будет у вас по времени. То есть идет скрининг больного органа или больной части тела. Так. Ну, в общем, вот этот аппарат, палочка-выручалочка для всей семьи. Обязательно, всем советую, обязательно его приорвести. У кого особенно есть дети, пожилые люди в семье, это просто необходимо. Так, аппарат с жидкокристаллическим дисплеем. У него есть также режим экономии батарейки и показывает даже заряд батарейки вашей. Так, идем дальше. Посмотрим следующий аппарат. Да, Катя, моему малышу тоже очень нравится им лечиться. Вообще без проблем. Сам берет. Включать уже даже знает, как. Как выбрать режим, программу, детский доктор и преспокойно держит с ним. Итак, дальше. Электроды ДНС-аппликаторы. Тоже незаменимая вещь. Они работают именно вот с этим аппаратом. Подключаются вот сюда. Вот разъем для подключения этих электродов. Для чего они нужны? Девочки, извините, у меня немножко болит горло. Поэтому я креплю. Что значит нам дают эти ДНС-аппликаторы? Во-первых, это воздействие на более обширную область нашего тела, чем вот этот маленький электрод. Ну, далее процедура становится более комфортной и удобной. Так. Значит, в комплекте с этими ДНС-электродами идет кабель. Сейчас я тоже все покажу. Вот смотрите. Вот такой ДНС-электрод. Их три здесь. Сейчас все покажу. С кабелем. И вот этот кабель подключается к аппарату ДНС. Работаем вот так. То есть, например, хотите вы полечить, ну, скажем, вегетососудистую дистонию. Надо ставить вот этот аппарат на седьмой шейный позвонок. И вот так вот держать 20 минут. Ну, согласитесь, это не очень удобно, не комфортно. Для комфорта создали вот такие выносные электроды. То есть, включаете программу на аппарате. Дальше электрод положите на седьмой шейный позвонок. А дальше в комплекте есть вот такие вот манжеты. Они на липучках. Разные длины. Их три штуки. Вот. Их можно все вместе, три соединить. Вот у них тут липучки есть такие. Можно каждую по отдельности. И вы просто прикрепляете, как вам удобно. Например, закрепить. Ложитесь на диван, садитесь в кресло. И у вас спокойненько аппарат 20 минут работает. И вы не держите руку вот так в неудобном положении. Далее. Есть вот такой выносной электрод. Он сворачивается вот так. Тут есть отверстие. Вот так закрепляется. И получается вот такая конусообразная форма. Это для лечения, например, локтей, различных суставов, на плечо, на колено. Тоже как бы... Ну, для комфортного использования ДНС-ПКМ. Вот такой электрод есть у нас мой. И есть вот такой прямоугольный электрод, который накладывается, скажем, куда-то на большую обширную область позвоночника. То есть на прямой участок тела. Вот. В общем, эти электроды созданы для вашего комфорта и удобства. Тоже, когда я их приобрела, поняла, что как облегчилось мое лечение, когда я их начала использовать. Ну, и как бы область действия получается более обширная. Не надо водить вот так вот аппаратом о больной области. Так, идем дальше. Немножко тормозит, сейчас загрузится. Так, далее, что я приобрела в компании, это ДНС-очки. Ну, так как зрение падает с возраста, также очень много работаем во все за компьютером, поэтому надо и для профилактики, и для лечения свои глазки как-то содержать в порядке. Поэтому вот тоже мое приобретение. Это ДНС-очки. Сейчас по теории вам расскажу, а потом покажу на практике. Ну, в первую очередь, конечно, эти ДНС-очки предназначены для лечения заболеваний глаз. Близорукость, дальнозоркость, глаукома, катаракта, спазм аккомодации, воспалительные различные заболевания глаз, такие как конъюнктивиты, глифориты, косоглазие очень хорошо лечить этими очками, ну и частичная атрофия зрительных нервов. Взаимодействие ДНС с помощью ДНС-очков при наличии и упорстве пациентов иногда дает вообще необычные результаты. Был описан случай, что женщина упорно в течение 7 месяцев по инструкции лечилась ДНС-очками и с дальнозоркости с плюс 5 она вышла на нормальное физиологическое зрение. То есть она делала... На это у нее ушло 7 курсов ДНС-терапии по 10 процедур. На это ушло 7 месяцев работы, но офтальмологи были поражены, потому что таких результатов они не могли добиться. Ну может быть это единичный случай, но по крайней мере он был. Так что эффект есть, он доказан. Тот же эффект можно получить не только при дальнозоркости, но и при близорукости. Так, с помощью ДНС-очков можно восстановить здоровье не только наших глаз, но и при том, что вот когда мы одеваем очки, идет воздействие рефлекторное на височную область и на область, она называется параорбитальная вот эта область. И вот эти области, воздействие на них импульсов ДНС ведет к лечению сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта. Ну и такой еще тоже интересный факт, что при лечении ДНС-очками проходит у многих запоры. Раз у нас сегодня такая медицинская тема, поэтому все говорим как есть. Так, сейчас покажу поближе очки. Смотрите. Вот они, ДНС-очки. Воздействие идет вот здесь. Давайте я их из себя одену. Вот. Здесь подключены электроды. Так, один у меня там. Сейчас. Вот. Два электрода. И, естественно, это все подключается также к ДНС-ПК. Работают очки только тоже от ДНС-ПК. Все. Выбираете частоту, время, мощность и работаете по инструкции. Очень удобно. Примешок регулируется. Можно лечь, можно сидя. Кому как удобно, кому как нравится. Так. Вот есть инструкция. И тут очень хорошо все расписано, какую выбрать мощность и как ими пользоваться. Так что тоже очень рекомендую. Даже если ваши глазки просто устали от компьютера, там есть такой режим, что вы можете дать своим глазам отдохнуть с помощью ДНС-очков. Так. Ощущение. Так. Я от поясничной воли избавилась после ДНС-очков. Любовозможно, потому что, вот, как я уже вот прочитала и вам рассказала, что вот эти рефлекторные области, височные и пароорбитальные, они действуют еще и на другие органы. Ощущений, Юля, совершенно нет никаких. Ни покалываний, ничего нет. Иногда, как-то, кажется странно, вроде бы ты лечишься, но ощущений нет. Но импульсы идут настолько, видимо, мягко и незаметно, что приятные ощущения, просто лежишь и все. Так. Дальше идем. Смотрим, что у нас дальше. Так. Аппарат ДЕНОС-ОСТИО. Также он у меня есть. Вот он. Так. Предназначен он для лечения боли в области шеи и плечевого пояса, для снятия напряжения в шее, при вегетососудистой гистонии. Также он хорошо улучшает кровоснабжение головного мозга и прекрасно снимает головную боль. Вот этот пунктик был самым важным для меня в приобретении этого аппарата. Он снимает головную боль, головокружение у людей, у которых есть метеозависимость. Я ужасно метеозависимый человек. То есть любая смена погоды сопровождается у меня безумной головной болью. Я так от этого замучилась. Постоянно эти таблетки, они мне совершенно не помогали. То есть надо было перетерпеть. Погода поменяется, например. Какая-то там магнитная буря пройдет, и мне становилось хорошо. Когда вот я в компании у нас узнала об этом аппарате, прочитала все о нем и отзывы, естественно, я его купила. Тут есть четыре автоматизированных программы. Значит, терапия боли применяется при интенсивной боли в области шеи и плечевого пояса. Есть программа релаксации. Ну, скажем, вы вот сидели долго за компьютером, у вас устала шея, плечи, спина болит, и вам хочется просто расслабиться. То есть вы ставите программу релаксации. Она, кстати, очень хорошо улучшает сон. Есть программа головная боль. Применяется при напряжении мышц, дискомфорт в шее, и когда при этом у вас есть также головная боль. И вот режим метеочувствительность, когда также есть напряжение в шее, и вот именно головные боли связаны с переменами погоды и с магнитными бурями. Так. Лучше, чем неприятное. Да, конечно. Ну, вообще, от Денос-терапии я ни одного неприятного ощущения еще не получила ни от одного аппарата. То есть везде приятно. А, кстати, многие люди хотят, чтобы что-то чувствовалось. Если вы хотите, чтобы что-то чувствовалось у вас, то тогда нужно просто электрод протираем спиртовой салфеточкой. И то место, например, куда вы ставите для лечения, вы увлажняете. Можно увлажнить кремом, я потом скажу каким, а можно увлажнить просто либо водой, либо влажной салфеткой. И тогда вы будете чувствовать легкое покалывание. Мощность, в принципе, всегда рекомендуется ставить не больше пяти единиц. Потому что больше пяти – это уже экстренные случаи. Можно и до десяти поставить, но это уже идет при сердечных приступах, обмороках, когда человека нужно привести в чувство. Вот, это не нужно. Лечебный эффект репевтический – это от одной единички до пяти, но не более. Так, давайте посмотрим вблизи. Вот ДНСО-стерк. У него есть внутри два электрода и манжетка с липучками. Вот такая. Аппарат накладывается вот так на шею. Можно вот таким образом закрепить. Можно закрепить вот так. Мне вот так комфортнее. И есть вот такой пультик. Включаем. Вы видите, что высвечиваются два электрода, значит, есть контакт. Если ищет и показывает один электрод, значит, у вас вот здесь плохой контакт. Надо получше на шею установить. Показывается заряд. И дальше при помощи плюса-минуса вы выставляете мощность. А при помощи вот этой кнопочки вы меняете режимы. Метеочувствительность. Вот четвертый режимчик, например. Ставлю мощность, скажем, 5. Вот смотрите, сейчас появится время. 19 минут 51 секунду я буду с этим аппаратом. Так, для комфорта, чтобы вот если вам кажется это некомфортно, давит. Есть вот такие подушечки на липучках. Они вставляются под манжетку, между шеей и манжеткой. Есть еще квадратные в наборе. Так, ну лечиться я сейчас не буду. Все, снимаю. Вот он запищал, то есть контакта нет. Через какое-то время он просто сам отключится. Так, есть инструкция. Тут все подробненько описано. То есть изучаем инструкцию и с удовольствием пользуемся аппаратом для нас. Так, аппарат Денус Ультра. Я вам сейчас его сразу покажу, чтобы вы имели представление, о чем я говорю. Это вот такой портативный аппаратик. Он размером всего лишь с ладошку в сложенном состоянии. Раскладывается у него в верхней части находится ультрафиолетовая лампа. Ну, то есть он идет просто для обеззараживания таких предметов и труднодоступных мест, которые, в принципе, мы не можем ни помыть, ни почистить, ни обработать каким-то дезинфицирующим раствором. Ну, и вот сейчас вернемся к его описанию. Я уже сказала, что он портативный, то есть он маленький. Вы можете в карман, в сумочку его положить. Всегда он может быть при вас. И с помощью ультрафиолетового излучения идет обработка и дезинфекция. Например, вы можете обрабатывать компьютерные мышки, клавиатуру, стационарные телефоны, свои мобильные телефоны, принтеры, факсы. Ну, все, чего касается, может быть, чужие руки, может быть, и ваши, но вы просто это не можете помыть. Также можно обрабатывать крышки унитазов, ванны, умывальники, зубные щетки, расчетки и полотенца. Ну, все, что вот с этим связано. Ну, например, приехали вы в какую-то гостиницу и не нравится вам, не доверяете вы чистоте, скажем, крышки унитаза. Ну, не будете же вы ее там мыть, например. Достали аппаратик, обработали ультрафиолетом спокойненько, дальше живете. Так, можно обрабатывать детские пустышки, детские игрушки, которые нельзя, например, мыть. Вот у нас есть у ребенка мышь, которая еще осталась со времен моей старшей дочери, которая уже 20 лет. Эта мышь до сих пор поет, у нее какой-то механизм встроен, веревочку дергаешь, и там крутится такая шарманка, и мышка очень мелодично поет. Вот, любимая игрушка до сих пор. Но ее нельзя стирать, поэтому было бы замечательно обработать ее вот этим аппаратом, провести такую дезинфекцию. Не буду же я ее, например, раствором каким-то протирать. Еще какой плюс у этого аппарата? Во-первых, он гипоаллергенный, то есть, так, отключился очередной аппарат. Вот, если, например, у вашего ребенка или у вас, у кого-то в семье просто аллергия на дезинфицирующие средства, то вы можете вот ДНС Ультра обрабатывать, ну, все, что вам нужно в доме. Во-вторых, нет запаха, ну, и в-третьих, обрабатывать можно все, что труднодоступно, не стирается, не моется. Те же, например, украшения, какие-то электроды вот на этих же аппаратах. В машине можно все, что угодно. Руль, подлокотники, сиденья, багажник. Все это можно обработать ультрафиолетом. Всякие различные дверные, ручки, кухонные изделия, доски и даже, например, съемные зубные протезы. Очень хороший аппаратик, тоже хочу его приобрести обязательно. Вот видите, даже обрабатывают электроды у других аппаратов ДНС. Итак, идем дальше. Аппарат Диаденс Космо. ДНС, я думала сначала это опечатка, но оказалось, что это так и есть. Как расшифровывается? Динамичная электронейростимуляция, но не адаптивная, поэтому буквы А здесь нет. Это аппарат для индивидуального ухода за кожей лица. Ну, какие показания к применению? Это коррекция и профилактика возрастных изменений кожи. Под воздействием импульсов, которые здесь идут именно с малой мощностью, то есть это микротоки. Восстанавливается тонус мышц, тонус сосудов лица, улучшается микроциркуляция кожи, улучшаются обменные процессы в нашей коже и таким образом кожа начинает выглядеть лучше, более свежей, более подтянутой и привлекательной. В аппаратике есть два режима, это питание, то есть с этим режимом нужно применять какую-нибудь питательную маску. Я не знаю, как сейчас, но раньше в комплекте с этим аппаратом шли масочки, в наборе сразу продавались. Может быть сейчас они есть, может нет, надо уточнять при заказе комплектацию. И второй режим это лимфодренаж. Он предназначен для кожи, которая уже более возрастная, которая склонна к отекам и потеряла свою упругость и эластичность. Этот режим по отзывам очень хорошо выравнивает цвет лица. Поэтому так же прекрасный домашний косметолог будет у вас, если вы приобретете этот аппарат. У меня, к сожалению, его еще нет, но тоже очень-очень хочу приобрести. Так, идем дальше. У нас есть электростимулятор противоболевой Ладос. Он похож на Денос АПКН, такой же примерно, но в нем гораздо меньше режимов. Там всего три режима работы, в отличие от того, как в этом 24. И он настроен именно на устранение боли. Это идет быстрое обезболивание при ушибах, растяжениях, переломах. После операционной боли хорошо им лечить, всякие различные растяжения, например, у спортсменов. Если у вас обострился артрит, артроз, остеохондроз и идет также у вас сильная боль, то Ладос очень приветствуется. И также восстанавливает подвижность суставов. Но сразу еще раз скажу, что в нем меньше режимов, чем в Денос АПКН. Так, далее. Есть у нас комплект выносных массажных электродов Денос массажных. Но они также прикрепляются к Денос ПКН. Вот сюда крепятся. Вот. И тут какое воздействие. Значит, Денос расческа, вот этот массажный электродик на картинке, который как расческа, применяется при головных болях, которые различного происхождения, при головокружении, при последствии инсульта. Если у вас, например, были черепно-мозговые травмы, то тоже хорошо. Ну, читала отзывы, что кто-то говорит, что это стимулирует рост волос. Возможно. Не факт, что волосы у вас сразу начнут расти именно от применения этого электрода. Но идет же массаж, то есть переливает кровь к луковкам волосяным. И получается, что идет улучшенное кровоснабжение кожи головы. Возможно, ваши волосы начнут расти быстрее. Но, как бы, в инструкции об этом не пишется. И второй электрод, который с плоской поверхностью на картинке, называется Денос массажный площадка. Он применяется именно на какую-то проблемную зону. Например, вы ставите на зону целлюлита. Или у вас есть послеоперационный рубец, то ставится именно на эту зону. Катя, здорово. Вот тоже хочу приобрести такие. Но они хорошая вещь. Тоже по описанию мне понравилась. Потом растяжки убирают после беременности и родов. И можно применять эту площадку с косметической целью. То есть, ставим на лицо с кремом и делаем по косметическим линиям. У нас же есть линии специальные массажные на лице. Мы делаем массаж легкий именно вот этим электродом плоским Денос площадка. После этого, естественно, обрабатываем электроды спиртом, чтобы они не оставались ширными. Вот. Отлично. Не думала, что их так можно применить. Да, я тоже не думала. Я думала, у них более узкий круг воздействия. Но вот оказалось, что у них большой круг воздействия. Идем дальше. Ну, тоже надо, наверное, вам сразу его показать. Это выносной электрод Денос рефлекса. Вот он выглядит так. Это как бы резиновый коврик. И подключается он тоже к Денос ПКМ. Что же он нам дает? Наверное, вы все уже слышали о рефлекторной проекции различных органов по суджогу. Что такое суджог? Это рефлекторная проекция органов человека на кистях и на стопах. То есть, бывают такие ситуации, что нельзя ставить аппарат Денос на прямое воздействие на орган. Например, нельзя ставить аппарат Денос и лечить почки, если у вас есть камни в почках. Поэтому на наших руках и ногах есть точка по суджогу, которая как бы проекция наших почек. Вот на руку или на ногу можно воздействовать таким выносным электродом. Вот. Скажем, включаете вы Денос рефлекса, ставите на него свои ножки и спокойно сидите комфортно в кресле или на кровати, на стуле. Вот. Многие жалуются, что неудобно на нем стоять, что он колючий и надоедает стоять долго на этом коврике. Совсем не обязательно, как пишут специалисты, на нем стоять. Не надо на него давить. Спокойно ножки положили и аппаратик работает. Точно так же можно с руками. Ручки ложим на этот коврик и включаете нужный режим. То есть, не надо никакого давления. Действие все равно будет. Так. И таким образом по системе СУДЖОК можно производить воздействие на все органы нашего организма. Что же можно здесь лечить? Так, сейчас. В основном, когда ставим на стопы, лечат варикозную болезнь из-за болевания мочи половой системы. Кисти рук, когда мы ставим на коврик, это болезни сердца, гипертонические болезни, болезни дыхательные и пищеварительные системы. Тоже очень полезная вещь. Так, идем дальше. Вот смотрите, кому нужны будут эти картиночки по системе СУДЖОК, на какой орган, куда, что воздействует. Вот я могу их в чат скинуть. Здесь стопы и ладошки. Потому что по этим картинкам можно также лечиться. И ДНСПКМ ставится тоже по системе СУДЖОК. Если, например, вы хотите печень полечить, но у вас есть камни в желчном пузыре, вам никак нельзя ставить ДНСПКМ прямо на область печени. Область печени по СУДЖОК находится на ладошке в этом месте. И вы ставите аппарат сюда. Он не провоцирует выход камней из желчного пузыря, когда идет проекция. Если вы поставите на печень, то гарантированно то, что камни пойдут, и вы попадете на операционный стол, тут уже никакой ДНСПКМ не поможет. Поэтому о себе всегда надо знать. Например, если у вас желчнокаменная болезнь или камни в почках, это очень важно. Иначе можно не полечить себя, а просто навредить себя. То, что я очень жду, оно уже пришло и лежит на ПВЭ, это одеяло ДНСПКМ. Очень-очень жду его. Казалось бы, вообще думала, что такого может быть необычного лечебного в одеяле. Кайфушка, Катя, да? Все, обязательно-обязательно завтра на пункт выдачи забираю свое одеялко. Я вообще сначала не понимала, что это такое, пока подробно не ознакомилась. Оказывается, у одеяла очень мощное действие. Антистрессовое действие хорошо успокаивает нервную систему, прекрасно влияет на сон. У кого бессонница, его очень рекомендуют. Снимает усталость за 15-20 минут. Я прочитала в отзывах, и отзывы специалистов, которые используют это одеяло, рекомендуют, если вы в него завернулись головой и легли днем, то обязательно заведите будильник. Потому что через 15-20 минут, вероятнее всего, вы уснете. Я не знаю, как это или нет, очень хочу на себе проверить. Потому что у меня тоже есть проблемы со сном, и вот хочу проверить, будет или нет такое действие. Думаю, что будет, потому что в отзывах пишут, что да, именно так. Наташа, да, все пишут, Кайф. Юля, да, ну все, завтра за одеялом обязательно. Также его применяют при комплексном лечении неврозов и депрессии, как у взрослых, так и у деток. Если у вас вообще есть какие-то серьезные системные заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, также можно использовать это одеяло. Заворачиваетесь и лежите, но не советуют под ним спать. То есть на ночь не нужно. Лучше вот именно курсами по 15-20 минут. Так, как оно вообще работает? Значит, верхние слои у него из синтетического полотна, а вот внутренний слой состоит из тонких металлизированных пленочек, которые соединены там между собой. И когда вот это одеяло, это как бы защитный экран вашего организма, когда вы в него завернулись, получается, что извне на вас не действуют никакие магнитные там импульсы, магнитные бури, еще что-то. Ну что на нас на всех действует? Все эти компьютеры, телефоны, вы от всего отгорожены вот именно этой, как сказать, капсулой, которая находится в этом одеяле. И то, что как бы импульсы, которые внутри вас, они не выходят наружу из вашего организма. Одеяло тоже это не дает сделать. И получается, все ваши внутренние импульсы будут направлены на терапию и реабилитацию и оздоровление ваших не совсем здоровых, возможно, органов. Вот так вот работает это одеяло. Это его принцип. А если вначале время применять, то легче протекает заболевание. Вообще здорово. Классно. Обязательно завтра забираем. В общем, отличная вещь. Так, ну и осталось совсем немного из аппаратов Денос. Это уже более крутой аппарат. Это Денос Вертебра. Сейчас я вам ее покажу. Эту вещь такую. Вот смотрите, это такой аппарат со множеством электродов и с пультом. Приходит он в чемодане. Ну и сейчас расскажу, для чего же он нужен. Так, помимо вот этой же электронейростимуляции, тут еще идет метод «Бегущая волна». Это нейроимпульсный массаж. Как пишут, это очень эффективное и приятное воздействие. Тут заложено 5 автоматических программ. Программа А – это релаксация, мощное антистрессовое действие при неврозах, депрессиях. Программа Б уже идет приострой боли. Это боль в спине, в ногах, в руках, в суставах, когда есть у вас межпозвоночные грыжи, которые не дают вам нормально жить и шевелиться. Снимает хорошо отеки эта программа и мышечные спазмы. Программа С – это хроническая боль. Она, когда не острая, но постоянная, постоянно не дает вам нормально двигаться. Программа Д – это локальная боль. То есть у вас болит в какой-то определенной точке, и вот тогда нужно включить программу Д. Именно в спине. И программа Е. Тут в ней объединены все свойства программы А, плюс идет автоматическое нахождение больной зоны и ее обработка. Вещь достаточно дорогая, но достаточно полезная. Хвалят, но я пока не решусь на нее. Это будет одна из моих целей. Да, ее очень хвалят. Отзывы о ней шикарные, но стоимость у нее приличная. Но, наверное, она того стоит. Вот еще раз. На картинке. И последний аппарат из аппаратов ДНС – это ДНС-комплекс. ДНС-комплекс – это вообще новый уровень физиотерапии. Тут достигается при лечении максимальная легкость и комфорт в эксплуатации. В этом аппарате 53 автоматизированные программы лечения и 16 режимов. Есть программа «Скрининг», которая сама определяет, где что у вас болит, и куда что надо поставить, и на какое время, и на какой мощности это лечить. Шикарная программа. Вот в этом аппарате, если он у вас есть, то вам остальные все аппараты просто не нужны. Потому что в нем заложено все, что есть во всех других аппаратах ДНС. Тут уже просто идет цена. Цена очень высокая на этот аппарат, но, наверное, тоже это все оправдано. И этот аппарат в основном применяют уже в клиниках, в поликлиниках, в каких-то медицинских учреждениях. То есть я считаю, что все-таки такой аппарат, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но он не для дома. Но почему бы и домой такой не купить? Ну, вот для меня легче, наверное, разделить все это, и какие-то аппараты можно брать с собой. Вот. Может быть, я ошибаюсь, но тут уже каждый сам выбирает для себя. Наверное, кому-то будет легче купить по отдельности каждый аппарат. Все-таки цена у них не маленькая у всех, чем купить вот один такой. Но он по цене больше 100 тысяч, по-моему, идет. Дэнс Комплекс покупает и дает в аренду или приглашает на платные сеансы. Очень хорошо, если есть свой ПВ. Вот, Люба, правильно. Если свой ПВ, то действительно показывать, проводить какие-то лечебные сеансы, это просто супер будет. Наверное, на ваш ПВ пойдет толп, толпами народ пойдет. Вот. Ну вот, на этом мой вебинар подошел к концу. А нет, я забыла, извините. Самое главное не сказала. Конечно, не самое главное, но неотъемлемая часть Дэнастерапии это наш легендарный крем-малафтилен. С кремом-малафтилен желательно проводить все Дэнаст-процедуры. То есть наносится тонким слоем на тот участок, где вы хотите работать аппаратом и дальше уже применяете, ставите электрод. Единственное, что нужно сделать, это обязательно проверить, нет ли у вас аллергии на этот крем. Потому что он содержит огромное количество натуральных компонентов и поэтому, возможно, у каких-то людей он может вызвать аллергию. Так, сейчас перечислю не весь список, чем, какими свойствами он обладает. Устраняет угревой усыпь, различные раздражения, воспаления, синяки, ссадины, опрелости, отечности. Может использоваться как детский крем. Но также у ребенка обязательно надо проверить, нет ли аллергии у ребенка на этот крем. Благодаря тому, что в этом креме есть гиалуроновая кислота, мы можем его использовать в косметологических целях, также с аппаратами, например, Денс Космо и аппаратом, вот, например, ТОПС Электрод, который как площадка для массажа лица. Вот, потом можно наносить его на десна, если у вас заболели зубы. Можно принимать, пишут, вовнутрь при гастрите и язвенной болезни желудка 12 перстов в перстном кишке. Вот, читала, искала информацию, в принципе, в инструкции-то есть, но не нашла более подробной информации, как его принимать, принимать вовнутрь. Экземы различные, ожоги, в общем, спектр огромный. В чатах не раз приводился список огромный, от чего можно применять этот крем. Но самое главное, все-таки применяйте его обязательно с Денос-терапией. Код у него 7912, его не было долго в наличии, сейчас вот он есть. Например, он у нас был, и я его заказала 4 человека. Вот. Считала, что многие детки его с удовольствием едят, серьезно. Ну, буду знать. Вот. Ну, интересная информация. Ну, и на этом все. Сейчас уже точно все. Вебинар подошел к концу. Желаю вам всем крепкого здоровья. Приобретайте аппарат Денос. Лечите себя, своих близких, своих деток. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что присутствовали на вебинаре. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok